Разговор между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путином состоялся ещё 14 сентября. Однако детали беседы стали известны лишь накануне. Их опубликовала влиятельная французская газета МОНД. По сведениям издания, президент России высказал мнение, что Навальный мог сам принять яд. Как можно расценивать подобное высказывание, мы спросили немецкого политика. В целом это не является большим сюрпризом. Это соответствует российской тактике ответов на вопросы, которые задаёт Запад. Тактика, и она не нова, заключается в том, чтобы озвучить массу различных вариантов, чтобы в итоге все были до такой степени запутаны и сказали, что, вероятно, нет никакой правды. По сути, тем самым хотят сказать, что всё возможно, даже самый безумный вариант. Ведь уже, например, утверждалось, что Навального отравили в Германии. Как будто в Омске до этого ничего не происходило. По данным МОНД, Эммануэль Макрон в ходе беседы отверг предположение, что Навальный мог сам отравиться новичком. Сам же Навальный в своём инстаграме тоже отреагировал в саркастической форме, написав, цитата, «Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне новичок, тихо отхлебнул из фляжки в самолёте, впал в кому». Конец цитаты. Предположение о самоотравлении является ещё и противоречивым, потому что ранее в Москве отрицали отравление вообще. «Это преднамеренные противоречия. В конце концов, эти противоречия приводят к путанице. Возникает дымовая завеса. Интересно, что врачи в Омске хотя и сказали, что не нашли яда, но, как ни странно, они дали Навальному правильные медикаменты, которые помогают в такой ситуации. Все эти противоречия запутывают ситуацию. Но с точки зрения Москвы это не негативный результат. Чем всё запутаннее, тем сложнее потом убедить общественность, что вот это правда, вот это факты, это то, что можно доказать». Немецкий политик также высказал сожаление по поводу того, что подобные случаи осложняют ведение с Россией рационального диалога, основанного на фактах. Тем временем Дмитрий Песков заявил, что французская газета была неточна в передаче формулировок недавнего разговора Макрона с Путиным и что газета не могла обладать достоверной информацией. Продолжение следует...